Эй-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Сегодня у нас вторая часть инди-хоррора под названием Life After Us. Под названием The System. Как мы помним, в прошлой части мы попали с корабля практически на бал. Один призрак нам немножечко нападал, но мы все-таки сумели найти сраную канистру и спастись с этого острова. Сегодня у нас продолжение. Вторая часть, насколько я понимаю, под названием Система. Это я уже сказал, поэтому не будем тянуть, погнали. Я имел задачу с своим возвращением внучка Миссис Хэмингтон. Я имел разговаривать с девочкой, ее поздно от 12, но она, чувак, ее ментальность, она была сознанием ребенка. Она верила во что-то. Короче говоря, она во что-то верила. Мы не будем ее за это упрекать, потому что верить во что-то надо всем. Это серьезно. Так, и что нам тут делать надо? Нам тут надо ходить и бегать. Ага, то есть, смотрите, атмосферка и все здание немножечко напоминает нам совсем недавно пройденный... Че такое? F1 контроли. Флэшлайт, форвард, блэк стрэк, фрэк, мэк, вэк, юзинтерэк на е. Не открывается че-то. Недавно нами пройденный дейлайт. Собственно. Но, по-моему, даже немножечко покачественнее, если честно. Картинка выглядит гораздо качественнее. Так, отлично. Че это? Бабка послала меня сюда. Она сказала, я не должен доказывать молодой женщине. Она сказала, я актер. Актер я. Как ребенок. Но я только ребенок. Она послала так плохо, когда я сказал это. Это место странное. Да, ничего не скажешь. Странноватое местечко. Тем более, если нас сюда послала какая-то бабка. Не знаю, почему так бабка не любит свою внучку, что послала ее в какие-то задхолонные, засранные, не очень непонятные помещения. За какой целью, я даже не представляю. Возможно, нам здесь надо что-то найти, а возможно, надо просто отсюда выбраться. Давайте попробуем отсюда как бы выбраться, что ли. Кровушка какая-то идет. Видите, кровушка идет сюда. Кого-то сюда затащили. Поэтому туда ломиться смысла сейчас нет. Иначе нас тоже затащат. И от нас тоже пойдет кровушка. Опа, это что, ловушечка сейчас? Смотри. Смотри, какая идет полоса. Ты видишь? Это ловушка по-любому. Смотри. Опа. Нет. Лучше проползти все равно. Мало ли на туре ловушка. Встань. Встань, не ходи на коленках. Так. Я сделал новый друг сегодня. Доктор Тар. Он сказал, я очень милый. Он держал, трогал мои волосы. Он должен реально нравиться это. Ему это должно быть реально нравиться. То есть какой-то еще педодоктор, судя по всему, педобиродоктор, появился, который нашел девчулечку. А я напоминаю, что вначале был разговор про какую-то внучку во время загрузки. Он трогал ее за волосы. Старый извращенец, ты представляешь? Брал и трогал девчулю за волосы. Сучонок какой. Опа. А вот, пожалуйста, и первое место происшествия. Мистер Медведь должен быть здесь. Во, мистер Тедди. Естественно. А кто еще, блядь, кроме медведя? Так. Мне не нравится здесь. Я считаю, женщина взобрала мистера Тедди. Она сказала, что слишком старая для этих... Я слишком стар для всего этого дерьма с игрушками. Она не игрушка. Она мой лучший друг. Я не могу спать без мистера Тедди. Кто-то должен был вернуть его назад. Я должен найти его для следующей кровати. На следующей кровати? А, журнал Entry. Файнд, мистер Тедди. Окей. Ну, видите, не надо просто нам отсюда сваливать. Надо найти мистера Медведя. Что-то после Among the Sleep очень популярна стала тема с медведями, судя по всему. И все теперь пытаются в свои игры засунуть медведей. Потому что медведь это символ безопасности, символ защиты для любого ребенка. Медведь-то он для чего сделан? Чтобы ребенок с ним спал. Ну, не в прямом смысле, конечно, у слова. Точнее, в прямом. Спал-то это. Только извращенцы могут подумать, что спал. Это секс с плюшевым медведем. Нет, это не так. Так вот, нам надо найти медведя. Только где вот он может быть? Он может, в принципе, где-то прятаться, наверное. А можно не прятаться. У нас фонарик, я так понимаю, бесконечный. Потому что показателей батарейки нигде нет. О, пожалуйста, мистер Тедди. Здорово. Я тебя нашел. Сейчас что-то, в принципе, должно начаться. Мы как бы сделали небольшой квест. Выполнили маленькое задание. Сейчас, в принципе, должна заработать какая-нибудь скриптовочка. И дать нам пизделей. Или мы побежим очень громко, поорем, закричим. А, в принципе, для чего еще здесь сделана вся эта херня? А что, все тупики, что ли? В натуре тупики-то посмотри. Ну окей, погнали назад. Как-то очень плохо. Он бегает, смотри, как все удлиняется вперед. Делает нам дорогу еще больше. Опа, карта. А я где? А тут не написано. А почему? Так, здесь я был. Окей, ну ладно. Пойдем в ту сторону. В этой половине, так сказать, карты. Мы нашли медведя. Здесь все задания выполнили. Пошли теперь дальше. Что-то мне стало немножко жарковато. О, страшновато. И вообще. А все темнеет, кстати говоря. Так, подожди. А я нашел мистера Тедди. В чем проблема-то? А, или подожди. Мистера Тедди. Возможно, его надо положить было на кровать. Пойдем положим. Вот сюда куда-то, да? Правильно я понимаю? Во! Во! Отлично! Я вернулся и проснулся. Я нашел себя стоящим, но что-то было не так. Темнота, звуки меня и чувствовал, как я не один. Я должен найти девочку как можно быстрее, чем я могу. Блядь. Да, да, найти. Опачки. Опачки. Вот это, короче, стало темно. Вот это стало плохо. Надо найти девочку. Окей. А доктор Тар сказал мне, я очень милый, и он, и я, что я не девочка. А кто ты? Я, он сказал, маленькая девочка, не смотри, мило, как я делаю. Он сказал, я женщина. Уже? Ну, смотрите, как доктор быстренько сделал из девочки женщину. Нормально, так вот доктор-то ловушка. Ау! Привет. Тихо. Доктор Тар пришел ко мне ночью. Он говорил, я была милой. Тогда он взял в кровать и наверху меня, лег наверх меня. Он разговаривал, но не делал ничего носом, потому что слышал. Он получил плохо, когда я ударила боль, и он ударил меня. Он приходил ко мне каждую ночь. Ах ты сука какая. Да? То есть мы тут, получается, за какую-то изнасилованную девочку играем, судя по всему. И какой-то... Make me pretty? В смысле? Что это значит? Он хочет меня милую. Он хочет ее милую. Все хотят ее милую. Причем тут я-то? Ну, я так понял, надо голову найти. Ну, пойдем попробуем голову найти. Где вот здесь может валяться голова, я просто немножко не понимаю. Где-то, наверное, рядом. Опа! Картинос. Недоступен почему-то для выборов. Что-то как-то темно, я ничего не вижу. С фонарем-то очень плохо. Он очень маленький, и угол обзора нам открывает. А, отлично, смотри. То есть у нас здесь помещение-то не меняется, у нас меняется только задание. Но это хорошо. В принципе, мы помещение с вами уже знаем практически наизусть. И это немножко радует. Если что, мы знаем, куда бежать. Я так понимаю, голова-то валяется там же, где мистер Т. Опа. Во, он пропал! Это... А это что, ФПС-кри... А-а-а! Тихо, спокойно, хорош. Не суетись. Да встань ты, сядь, ты куда? Что ты не идешь-то? Застрял где-то, прикинь. А, во, все нормально. Это ФПС-криатор на самом деле? Ты представляешь, этот мост-то стандартный из ФПС-криатора. Так. Он взял так плохо, и я не милая. Он сказал, моя голова такая маленькая и милая. Я начала после его визита прошлой ночью. Я должна найти и идти домой. Я должна найти и идти домой. Надо, короче, найти голову, а потом свалить. Я все понял. Все стало очень просто. Всего лишь надо найти голову. А мне что-то немножко паниковато стало. А, не по себе. Потому что вы уже увидели с вами первого монстра. Это значит, ничего хорошего нам это не сулит. Так. Вот здесь, наверное, голова не спрятана. А! Нету, нету головы. Хорошо, ладно. Она, наверное, спрятана где-нибудь вот тут вот. Где и медведь был спрятан. Мне тут всего лишь записка. Ладно, давай почитаем. А я сказал доктору, я держу получать сикушку утром. Я иду такая плохая, когда я говорю ему, что он ударил меня. И я позвонила куда-то. Поняли? Я ничего не понял. Ну, хоть как-то мы с вами разбираемся в английском языке. Это нам очень помогает. А вот, пожалуйста, и головешка. Отлично. Иди сюда. Хорош. Так, теперь нам надо вернуться туда, где стоит манекен. А манекен у нас стоит совсем в другой части этой карты. Погнали. Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Главное, чтобы никто не появился. Главное, чтобы скримеров не было. Вот здесь головешка стоит. Точно. Ха! 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 Привет! Ха! Ты чё? Сука. Однажды я проснулся в этом месте, которое может только быть адом на земле. Это что-то, держащее меня здесь. Я не могла покинуть и что-то... Не успел. Окей. Нам дали скримера. Это замечательно. Чё теперь? Куда теперь? Сюда идти? Пойдём сюда. Нет, пойдём сначала сюда сходим. Здесь у нас тупиковое помещение. Возможно, здесь что-то есть полезного. Но нет, здесь ничего нет. Ну ладно. То есть нас здесь будут пугать какими-то скримерами. Замечательно. Главное, чтобы бегать от кого не надо было. Не от кого. Это вообще замечательно, если честно. Опа, здорово. Ты опять стоишь тут, да? А ты уже такая милая прям. Я не могу. Ты прям так мне нравишься. Твоя белоснежная улыбка просто сводит меня с ума. А ну ты посмотри. Да посмотрите, ребятушки. Разве можно устоять перед этой красавицей? Перед этой королевной буквально. Она же просто великолепна. Она действительно очень и очень милая. Серьёзно вам говорю. А здесь до сих пор ничего не появляется. Ну окей, ушки, ладно. Здесь тупик. Да. Значит, нам опять надо идти в другую сторону здания. В другую её часть. В другую его часть. Что это я как? Безграмотно. Разговариваю-то. Не складываю слова в правильные падежи. Не падежи, а рода. Мужской род. Да, всё правильно. Рода. Мужской род. Женский род. Не род, а род. Хотя, в принципе, может быть и род. Чего тут застреваю я постоянно? Так, здесь ничего нет. Я вот в этой сраной лесенке. Чё это вообще? Чё это за табуретка для липута? Я здесь постоянно застреваю на ней. Она мне очень плохое приносит ощущения. Беги! Беги, блядь! Воу-воу-воу-воу-воу! Парниша! А как от тебя убежать-то? Слышишь, чё? А где он? Он, типа, выпилился отсюда, что ли? Пропал? Ха! Мудак! Ха-ха-ха! Лох! Ха! Ой! Дверь открылась. Дверь открылась. Смотри, эта дверь всегда была закрыта. Ха-ха-ха! Блядь, он где-то сзади был. Доктор Тар остановил. Он перестал приходить ко мне ночью. Однажды я взяла моего ребёнка. Он держал его. Он сказал, я не могу иметь, потому что я бы сделал ошибку. Он держал моего ребёнка мальчика и положил его в коробку. Я слышал моего ребёнка крик. И он установил огонь на него. Я хочу моего ребёнка. Давай, я заберу его. Спасибо. Опять где-то застревают. А, я так понимаю, теперь надо... Ой-ёй-ёй. Теперь надо нашей милой, великолепной бабе принести ребёнка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Доктор, 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 одумайся. Тебе сюда нельзя заходить. Можно. Ой, блядь. Ой-ёй-ёй. Беги. Беги. Да он прям сзади, сука. Фу, какой он отрадительный. Он фу, тварь. Не подходи ко мне больше никогда. На, держи ребёнка. Эй. Возьми ребёнка. Подожди. Space, tap, pause, esc, jump, draft, forward. А, это задание. Я же взял ребёнка. Ты возьми ребёнка. Тебе нужен ребёнок твой? Алё. Или, может, в коробку какую его положить? Ну, я чё-то не пойму. Ну, хорошо. Ладно. Может, сюда куда? Да нет, здесь нет никакой коробки. А, вот коробка. А, нет, не коробка. А куда ж тогда его деть-то? Куда этого ребёнка-то положить? О, ещё что-то открылось. Он родился. Кто? Ребёнок? Мы в курсе уже. А, мой ребёнок плакал, когда доктор положил его в коробку, но плакал быстро, но он быстро перестал плакать, когда установил на него огонь. Я ненавижу доктора Тара, я ненавижу его. А, он, наверное, сгорел. А, теперь я понимаю, ужас этой маленькой девочки прошёл сквозь, пока она была здесь. Так же боль и ужас иметь, быть, но так же монстр и имел ребёнок, взял только и родился живым. Сука, сколько здесь уровней-то? Она бесконечная, что ли? Тьфу-то, я думал, что-то поменялось. А, нет, всё по-прежнему так же. У нас одна и та же карта. Но у нас добавился враг. По сравнению с первыми двём уровнями, за нами уже гоняется какой-то дебил в смирительной рубашке. Причём, за каждый удар он отнимает у меня 5% здоровья. Так, ты стоишь у меня до сих пор, да? Молодец. Там вон записка есть, погнали сразу туда. Чё-то о нём. Чё-то написано. Я держала скрик, что он сделал для меня и моего ребёнка, но никаких надежд. Он хотел застрелить меня. Доктор Тар сказал, я очень милая и что я не девочка. Он сказал, маленькая девочка, не смотри мило так на меня. Он сказал, я женщина. Это мы уже читали. В чём проблема-то? Чё-то новенькое где-то должно появиться, по идее. Но здесь пока ничего не появляется. Ладно, хер с ним. Чувачок, ты тут? Нет, чувачка здесь нет. Здесь ничего нет. У нас так получается, каждый раз открываются какие-то новые двери, судя по всему. Ну да, смотри, действительно. Ну отлично. Мы так скоро всю эту... Алё, ты не девочка уже, ты слышишь? Доктор Тар сказал тебе, что ты не девочка. Опять эта херня мне путала. Сука. Тварина, блядь, проклятущая. Вот это нормалёк. Вообще конец прям отличный. Блин Вообще красавцы просто создатели этой игры Вторая часть и вторая часть нас просто радует Про какую-то изнасилованную маленькую девочку Которая родила ребёнка Которого потом сожгли в коробке Какой-то доктор, он ненавидит её Потом мы нашли её в психушке Она прыгнула на нас, убила нас А бабка нас сюда послала Всё, виновата во всём, старуха Фу, я не знаю, отличный просто Блин, если вы не видели первую часть Она наживается Наживается Нажимает, наживается Ссылка на полис в описании под видео Там можете найти первую часть Она называется Life After Us The Shipwicked Чё-то типа того Да, ссылка на полис в описании под видео Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер Комментируйте, ставьте лайки И всем до встречи в следующих инди-хуррорах Я думаю, что скоро совсем выйдет третья часть Life After Us И мы её незамедлительно пройдём Всё, ребятушки, всем пока Много не делись Сука, да что ж ты не спалёшь, что ты не рука Да три удара уже было Раз Два Три Четыре Ага, четыре удара и монстр готов Окей, понял Так, у нас два батарейки Фонарику бесконечно